Ребята, всем привет! Меня зовут Роман и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня по вашим просьбам я буду лепить персонажей из игры Undertale. Вы меня уже очень долго об этом просите и запросов накопилось очень много. А если вам нравится наш канал и вы не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. Я слеплю трех персонажей из этой игры и первым будет Фриск. Undertale дословно переводится как подземная сказка или подземная история. Это ролевая видеоигра, созданная американским независимым разработчиком и композитором Тоби Фоксом. Сюжет игры рассказывает о том, что когда-то давно на Земле жили две расы – монстры и люди, но однажды между ними вспыхнула война, победу в которой одержали последние. Семь величайших человеческих магов запечатали монстров под землей с помощью заклинания барьера. Единственным входом в подземелье является небольшое отверстие в горе Эбот. Через много лет после окончания войны в это отверстие ненароком попадает человеческое дитя, которым является игрок. Его главная задача – исследовать мир монстров, познакомиться с его жителями и найти из него выход. Во время своего путешествия игрок встречает множество различных существ, именуемых монстрами, некоторые из которых норовят напасть на него. Во время битвы игрок управляет маленьким сердцем, которое символизирует душу героя. Избегая атак противника, игрок может убить нападавшего или пощадить, что впоследствии будет влиять на концовку. Также на концовку влияет воздействие с иными персонажами вне сражения. Тоби Фокс создал Undertale своими силами, включая написание сюжета, музыки и разработку игры в целом. Лишь дополнительные спрайты были созданы другими художниками. Фриск – это главный персонаж, за которого вы играете. Его имя вы узнаете только во время прохождения истинного пацифистского пути. Фриск является одним из восьми людей, которые попали в подземелье через гору Эбот. В игре вам предстоит сопроводить фриск, в этом приключении и выбраться из подземелья. Игрок видит фриск, как ребенка неопределенного пола, с прямыми волосами средней длины каштанового цвета, одетого в синий свитер с фиолетовыми полосками. Игрок видит фриск, как ребенка неопределенного пола, игрок видит фриск. Игрок видит фриск, как ребенка неопределенного пола, Вот такая фигурка Фриск у меня получилась. В следующем я слеплю Санса. Санс один из ключевых персонажей Undertale и старший брат Папируса. Он довольно низкий и ширококосный скелет. Носит расстегнутую голубую толстовку или куртку с капюшоном, под которой видно белую кофту или футболку. Также на нем черные шорты и тапочки. Его всегда можно увидеть с широкой ухмылкой, и он почти все время не меняет выражение лица. У него белые зрачки, которые, как правило, исчезают, когда он становится серьезным. В левом глазу появляется ярко-голубая радужка, мигающая желтым и голубым во время боя. Санс очень непринужденная личность. Скелет любит поспать, что и делает во время перерывов на работе. Санс известен своими шутками, которые очень раздражают его брата Папируса. У Санса есть тяга и интерес к науке и научной фантастике. Санс также добр и дружелюбен. Он верит в хорошее в других и что они совершают плохие поступки из-за того, что в их жизни что-то не так. Он считает, что причиной для каких-то действий должно быть желание защитить друзей и помочь кому-то, а не месть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА